Валерий Александрович больше полувека работает в кино и театре. Витус Беринг и Никита Хрущев, криминальный авторитет и замначальника Суворовского училища, кажется, за такой солидный срок ему удалось попробовать себя во всех возможных амплуа. Но оказывается, нет. 15 лет назад Баринова спросили, кого хотели бы сыграть. И он заявил, футбольного тренера. Стархит решил задать тот же вопрос актеру. Но вновь услышал знакомый ответ. Значит, все еще впереди. 2002, когда случился кризис в вашей творческой судьбе? Было, в ленинградский период. Развод с женой, неудачи в театре. Но не в моем характере превращаться в страдальца. Решил все круто поломать. Пошел в военкомат и попросил призвать в армию. Много я передумал за время службы. Жгучим пустынным ветерком всю дури с головы выдала стала, на третьем курсе института. Мне не удавалась роль в выпускном спектакле. Гришил, мол, не артист, надо завязывать с профессией. Дотянул до экзаменов, в итоге сдал. Теперь 9 июня отмечаю как день рождения актера Баринова. Вадивиль приняли на ура, случилось то, чего не ожидал. Когда уставший возвращаетесь домой, чего больше всего хочется? Было, расслабиться, побыть в себе. Дом, лежбище, где зализываешь раны. Стало, выпить 100 грамм. Если бы была возможность вернуться в детство, что бы сказали себе? Было, этому бандиту с монастырки рекомендовал бы. Учи языки. К великому сожалению, в нашем детстве не очень хорошо их преподавали, а сами мы сейчас, из-за этого срывается много работы в кино. Стало, сказал бы, правильной дорогой идешь, парень. Двигай вперед, пока все верно делаешь. 2003 как организм при таких нагрузках умудряется восстанавливаться? Было, делаю зарядку, контрастный душ. Стало, договариваюсь с ним. Как сказал врач, при вашем ритме, перелетах соблюдать диеты не сможете. Садитесь на таблетки. Принимаю пилюли от давления для снижения холестерина. Одна замечательная ведущая спросила, когда умер отец. Ответил, в 65. А она, видите, какие хорошие лекарства. Уже на 8 лет дольше живете 2007 счастливы в супружестве. Было, не знаю, не знаю. Сын и дочь меня от разных жен. Вторая супруга, Лена, не имеет никакого отношения к актерской профессии. И это все, что хотел бы о ней рассказать. Стало, да. Супружество, тяжелая каждодневная, но приятная работа. Или же сладкий труд. Вот как в театр хожу на репетиции, так и брак. 2011 довольны, как складывается судьба детей. Было давно, Егору говорил, его время наступит в 35 лет, и к этому моменту он должен быть готов. Сейчас ему 35, и он очень много снимается. Да еще поступил учиться на режиссера к Владимиру Хатиненко. Стало сын занимается больше режиссурой. Актерские работы. Вырос как артист. Соответствует амплуа солидного мужчины, взрослого. Что касается дочери, она талантлива. Александра прекрасно пишет. Ей по душе работа в издательстве Эксмо. Довольна, ведь разговоры идут на том уровне, на котором хотела, о книгах. Валерий Баринов корит себя за жестокое отношение к маме. Как-то вы признались, что встаете в 6 утра, кто же вам завтрак готовит так рано? Было, сам, например, варю кашу. Беру яблоко, курагу, мелко рублю, добавляю кедровых орехов, кунжут, горсть хлопьев кукурузных и заливаю кипятком. Раньше еще кидал виноград, но сейчас не его. Не вино нельзя по причине барской болезни подагры. Стало, сам. Но то, что люблю, не всегда можно. Поэтому лишь иногда устраиваю разврат жизненный. С удовольствием бы ел яичницу с салом под сыром и луком. Да с помидорчиками. Но чаще делаю каши. Раньше еще клал мед. Потом перестал. Сам стал сладким изнутри. 2012-го из своих коллег вы отмечаете. Было, посчастливилось, успел поработать с кумирами детства. Симонов, Меркурьев, Жаров, Грибов. Актеров такой мощи сейчас мало, можно сказать, их уже нет. Стало Сергей Гармаш, Роман Маденов, Константин Хабенский, Ольга Остраумова и моя лучшая партнерша на все времена, Анна Каменкова. Почему? Чувствуем друг друга. Из молодых сложнее кого, ТО отметить. Быстрее футболистов назову Екатерина Шпица. Интересная дама, если не разбросает талант. Вырастет в очень хорошую актрису. Много ребят пришло к нам в МТЮС, есть любопытные персоны. Да и у большинства присутствует дух свободы, чего нам не хватало. Но преподавание сейчас ведется поверхностно, идет погоня за количеством учеников. Когда на курсе 40 человек и всего два педагога, как успеть. Студенты просто сидят и слушают лекции актеры, дело штучное, каждого нужно пальчиками лепить. Сегодня время дилетантов и неучей, люди мало, образованные. Фото, Persona Stars, Photo Express.